Всем привет! В эфире Универ Ньюз. Пришло время поговорить о самых интересных и актуальных новостях дня. Сегодня с тобой я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Важнее всего погода в доме. О климате Земли рассказал студентам профессор Юрий Переведенцев. Как побороть рак желудка? Ответ на этот вопрос ищут специалисты университетской клиники Казань. Получайте по заслугам. В Казанском федеральном наградили обладателей лучших научных работ. В Институте экологии и природопользования КФУ разработан комплекс мероприятий, направленный на ознакомление учащейся молодежи и населения республики с достижениями современной науки о климате Земли. Так, 24 мая профессор Юрий Переведенцев выступил с докладом перед студентами. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Климатические вызовы относятся к числу наибольших угроз для устойчивого развития, что необходимо учитывать в целях адаптации и смягчения воздействия на климатическую систему. Какие существуют изменения климата и их последствия для природных и социально-экономических систем, рассказал студентам Института экологии и природопользования КФУ, профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев. В 15 градусах мы к ним привыкли, все сбалансировано более денег, но ожидать 17 градусов, а выше никак нельзя. И поэтому все меры предохранительные, они сейчас направлены на то, чтобы не допустить 17 градусов среднего варитета. Потому что в данном случае уже все процессы, земные процессы, в животном мире, растительные сообщества, они будут нарушены и сильно нарушены. А за счет чего это может произойти? За счет человека. Потому что ведется сжигание скопаемого топлива, здесь уже геологи виноваты, они открывают эти месторождения. Сжигание происходит и температура повышается. Как отметил профессор, за последние 100 лет температура повысилась на 1 градус за счет антропогенного фактора. То есть это уже влияние человеческой деятельности на нашу планету. По словам Юрия Переведенцева, прежде всего нужно сохранять баланс. Нельзя превышать, переходить через 2 градуса. Будем больше иметь недостатков, чем положительные. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Не первое десятилетие врачи ломают голову над вопросом, как возникает рак желудка. И какие способы его лечения способны привести к действительно хорошему результату. Врачи университетской клиники Казань продолжают борьбу с этой коварной болезнью. Все подробности смотри в сюжете Адели Шамиловой. На сегодняшний день онкология желудочно-кишечного тракта человека признана одной из самых распространенных болезней населения нашей страны. Науке еще неизвестны все причины многих типов опухолей. Но факторы риска для каждого типа этих заболеваний уже понятны. Опухоли могут проявлять себя по-разному, а также жить в организме большое количество времени, не беспокоя и не вызывая дискомфорта. Однако это не значит, что злокачественная опухоль не заявит о себе в любой неожиданный момент. По многим причинам на сегодняшний день колоритальный рак у нас в регионе вышел на первое место. Если взять по стране, буквально если 20 лет назад колоритальный рак был на шестом месте по онкологическим заболеваниям, то на сегодняшний день это третье место среди мужчин и четвертое место среди женщин. Отделение эндоскопии университетской клиники Казань продолжает борьбу с довольно распространенным недугом. Клиника оснащена современным эндоскопическим оборудованием последнего поколения, которые позволяют получить высококачественные изображения в режиме реального времени и сформировать биологический диагноз. Большая часть заболеваний желудочно-кишечного тракта дылятся годами, переходя в хроническую форму. Между тем, чем раньше начато лечение, тем быстрее и успешнее оно проходит. При лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта врачи отделения основываются на стандартах оказания медицинской помощи и современных клинических рекомендациях. Используют в лечении современные методы с применением высоких технологий. На сегодняшний день то оборудование, которым располагает наша клиника, это еще позволяет и осмотр подзвошной кишки, части подзвошной кишки, и также осмотр проводить под увеличением и под разным спектральным анализом. Принято считать, что хроническая форма и обострение онкологических заболеваний наблюдается у пациентов старше 40 лет. Однако все это не более, чем распространенное заблуждение. К сожалению, на сегодняшний день мы все пытаемся найти причину в экологии, найти причину в питании. Но зачастую вот эти моменты не играют основную роль. То есть среди пациентов очень много тех людей, которым нельзя обвинить каких-либо погрешностей в езее. Если говорить о непосредственных причинах зарождения раковой опухоли, то они практически не изучены. Но одно понятно, абсолютно точно. В слизистой оболочке желудка возникают мутации ДНК. А как всем известно, так называемые зараженные клетки способны привести к неконтролируемому эффекту. Некоторые люди уже носят в себе бомбу замедленного действия, спрятанную в генах, иногда даже не одну. Именно поэтому врачи университетской клиники «Казань» настоятельно рекомендуют не забывать о своем здоровье. Даже в режиме постоянного цветнота регулярно проходить процедуру осмотра, тем самым страхуя свою жизнь от развития коварной болезни на долгие годы. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. 23 мая в Музее истории Казанского университета состоялось открытие организации «Волонтеры Победы КФУ». Участниками которой являются студенты, помогающие в организации мероприятий, посвященные Великой Отечественной войне. 23 мая в Музее истории Казанского университета состоялось торжественное открытие общественного центра КФУ «Волонтеры Победы имени Героя Советского Союза» попозняка Казанского университета Федора Савельева. То, что в Казанском университете сегодня открывается общественный центр, это очень дорого. И, как я привык говорить, это начало чего-то нового. Цель движения «Волонтеры Победы» – воспитание гражданско-патриотических чувств у детей и молодежи, сохранение исторических ценностей, основные направления деятельности общественного центра, оторганизация помощи ветеранам войны, благоустройство и оформление памятных мест и проведение всероссийских исторических мероприятий, акций, квестов, посвященных памятным датам и сражениям. «Волонтеры Победы КФУ» Стоит отметить, что членами движения «Волонтеры Победы КФУ» могут стать все желающие обучающиеся университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универный Ньюз. Вот и приблизилась зачетная неделя для студентов. Позади курсовые работы и недели научных исследований. Можно подводить итоги. Из тысячи научных работ были выбраны самые интересные и самые качественные. Кто получил по заслугам, узнаем далее. Победители конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета действительно избранные лица вузов. Ведь лишь 43 работы было выделено среди тысяч научных исследований студентов. Очень хорошо подняли настроение, подняли самооценку, потому что наградили нас, мы не ожидали. Спасибо университету, мы очень довольны. В научных исследованиях студентам не обойтись без помощи своих главных наставников, научных руководителей. Некоторые из них работают со студентами по многу лет. Например, профессор Рафаэль Сунгатолин координирует студента Института геологии и нефтегазовых технологий уже пять лет. И за это время, признается профессор, можно успешно наблюдать развитие студента. Ведь они вместе представляют его работы на конкурсе уже четыре года подряд. Молодые люди, имея какие-то ориентиры, я думаю, что это для них очень важно. Я не говорю про материальное вознаграждение за какую-то работу, а в отношении того, что он достигает вот эти ступеньки отдельные, которые нужно всегда проходить. То есть подниматься все время вверх и зная, что вот эта цель, она существует. Вот эти вершины всегда нужно брать, поэтому мотивация – это и есть вершина. Среди студентов существует стереотип, что научные работы трудно сделать интересными. Но эта мысль с легкостью опровергает исследования, представленные на награждение. Например, студентки первого курса магистратуры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций изучили тенденцию child-free в современной России. Мне кажется, что прежде всего все зависит от темы, которую вы выбираете. Если тема вам интересна, если она актуальна для вас прежде всего, и прежде всего от того, как вы ее подадите окружающим, публике, от того и зависит, будет она интересна или нет. Это самое главное. Вот так легко и интересно можно провести целое научное исследование, попробовать свои силы, и каждая сможет уже в следующем году. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok